добрый вечер дорогие друзья большая игра продолжает свою работу и сегодня наш гость директор дипломатической академии украины Сергей консунский мы поговорим на тему которая в общем очень редко у нас говорят и зря я считаю мы поговорим про японию как крупнейшего инвестиций крупнейшего в мире вообще потенциального партнера для наших стран ну для украины и вообще для постсоветского процесса прежде всего конечно для украины добрый день сергей добрый день сергей так я уже сказал что япония крупнейшую в мире инвестиции играет важную роль в международном движении капитала давным-давно над этом глобальном рынке но япония вот в наших странах по крайней мере в грузе я не знаю как в японии это как тот сатун который почти не видно почему если то что посольство если все есть очень хороший вопрос это действительно такой некий каком-то смысле феномен потому что когда обсуждаются какие-то такие темы относительно каких-то стратегических отношений инвестиций помощи каких-то вопросов таких крупных как правило первое что приходит на ум это сша китай британия германия и практически никогда не вспоминают о японии в то же время если взять просто сухую статистику и проанализировать то на самом деле эта страна делает очень много полезных вещей в том числе в нашем регионе в частности очень интересно что за 10 лет практически ну за 9 до концепции появление концепции один пояс один путь япония выдвинула внешнеполитическую концепцию которая называлась арка развитие процветания по моему название такое было если перевести она фактически начиналась в японии так вот если посмотреть и такая арка вниз под китаем обходила через индо китай и заканчивалась она где на черном море и с тех пор япония в отличие от многих других стран значительно ближе к нам расположенных проявляла большой очень интерес гуам именно гуам она любит япония любит многосторонние форматы она такая такое государство которое как-то привыкла с другими я имею ввиду послевоенный период вот после постимперский если отставить ту всю тяжелую историю второй мировой войны японцы очень сильно как и немцы все это пережили и с тех пор они стараются совершенно иначе выглядеть в мире и продвигать свою политику мягкой силой но вот что касательно нас то гуам у них давно на радарах ну и как мы понимаем что гуам к сожалению все еще ищет свою я все еще ищет свое лицо и не никак показ японии кроме подписания там меморандумов не сотрудничает по-взрослому но это один фактор второй фактор япония выдвинула тоже концепцию такую она и для нее просто жизненно важно это было уже при синза обе уже то есть в недавней и истории по свободе по мореплавания потому что вы знаете что происходит восточно китайском и южно китайском моря для японии мореплавание рыба рыбный бизнес это просто жизненно необходимые вещи и поэтому для них безопасность морей украине важно там лучшие в мире специалисты по морскому праву мы в академии здесь уже несколько раз принимали их профессоров японских профессоров которые читали лекции по этому поводу для украинских дипломатов но для нас с вами в частности с грузией опять же мы на берегах черного моря и мы отлично знаем что в нем происходит и мы понимаем насколько важно иметь союзника который на международной арене международном праве в международных организациях частности морских играет очень важную роль и конечно же он однозначно поддерживает нашу точку зрения они российскую не всирая на то что россияне для них соседи очень беспокойные очень неприятное то есть как минимум вот этих два фактора уже важны но и вы абсолютно правы помощь украине очень значительно со стороны японии на протяжении многих лет и мы если там говорить о прямых инвестициях это может быть суммы не такие большие но например что касается кредитов которые выдавались японской стороной то как минимум борисполь основной терминал аэропорта борисполь это же кредит японского банка и строили его консорциум турецких компаний и японских и сейчас еще один кредит в миллиард долларов выдан на другой очень важный проект бортическая станция аэрации под киевом который перерабатывает отходы со всей со всего киева огромная в огромный проект давно назревший сейчас идет тендер по выбору участников то есть на самом деле если посчитать и обратить внимание в скольких проектах япония выступила еще раз это не инвестиции это кредиты через внешние банки японии у него есть банк развития и джайка агентства развития кто цифры окажутся миллиардные и это показатель того что присутствие японии может быть не так известно с точки зрения там статистики они вообще такие скромные в этом плане ребята они двигаются очень мягко soft power но на самом деле еще раз я говорю они очень хорошо присутствуют и что касательно там ресторанов японских в кп и очень большой и очень важный украинский японский центр создан который помогает многим в украине у нас в многих вузах изучают японский язык и это все тоже с помощью японии я знаю точно десятках украинских дипломатов и госслужащих и даже предпринимателей которые проходили практику в японии так что вот как-то такая картина складывается то есть но у вас лучше чем у нас потому что у нас японских ресторанов ровно один и у меня такой суши конечно везде продают но говорят что это не совсем суши это совсем не японская еда в японии нет роллов во всяком случае так точно нет это я могу сказать но при всем при всем при этом скажу так что ну в принципе она и понятна украина большая страна и вот прогон было очень интересно украина может быть таким своеобразным драйвером для более активного проникновения японии в гуам но что для этого нужно сделать вот это хороший вопрос понимаете японцы такие не очень специфически вообще азиаты это отдельная история с точки зрения переговорной практики дипломатии меня даже но я еще не успел уехать японию работать как получил заказ от одного из украинских издательств написать книгу о дипломатии в азии смысле азийского видения дипломатии переговорной практики и традиции на самом деле действительно это немножко другой мир чем мы привыкли говоря больше и вы и в грузии в украине имеют дело с нато с ес там мы в принципе с американцами мы неплохо ориентируемся что касательно азии ты значительно тяжелее там нет единого подхода китайцы отличаются от японцев а те в свою очередь от таиландцев но что касательно вот видение японского с ними надо работать во первых им нужно уметь показать их интерес и показать правильные проекты быть готовым к тому что они очень долго и очень тщательно будут изучать эту тему никогда просто так никакие средства не будут выданы и уж точно не будет работать лозунг который у нас я не знаю как грузии но подозреваю что почти так же любят говорить многие предприниматели во всяком случае у нас так точно любили что вы нам дайте деньги не спрашивайте как мы потратим японцы никогда так не делают и даже поверите или нет когда они передают по проектам технической помощи например оборудование какое-то для научных исследований или для культурного центра они просто поставляют вот технику физическую через год обязательно приедет делегации из японии проверить как эта техника используется и потом через год еще раз приедет проверить они очень этому щепетина 100 относятся и возможно это очень здорово потому что это дисциплинирует многих желающих эксплуатировать тех кто нам помогает в своих личных целях и непонятно куда потом все это девается японцы очень тщательно относились к строительству борисполя в свое время и следили за тем что проект был выполнен в идеально соответствии с требованиями это здорово вот поэтому для того чтобы с ними работать нам нужно думать всем вместе и конечно же бы хотелось наконец в рамках этого гуама увидеть взаимное понимание их интересуют наши страны да вы правы с точки зрения просто формальной логики чем страна больше чем больше в ней население тем с ней перспективнее сотрудничать ну грубо говоря если решать вопрос где размещать там деле же маша автомобилей или сборочное производство то как правило выигрывает а страна где есть больше территории большая стабильность большее население потому что это еще и рынок сбыта но мы пока тоже не сильно там преуспели продаваться это понятно тойоты и lexus и там их трудно перечислить все марки японских машин которыми у нас новоднен рынок это скорее просто дилерство но у нас уже есть пару примеров когда японские компании разместили у нас сборочное производство отдельных элементов для автомобилей и весьма успешно и опять вы знаете это очень удивительно они абсолютно не рекламируют вы не найдете это на первых полосах газет на самом деле они уже есть и очень успешно работают японцы как оказалось вы покупают у нас очень много и аграрной продукции и это же делают это очень спокойно без всякой всякого пиара то есть мы точно знаем про каждую там закупку пшеницы китаем но японцы из которые тоже покупают очень много они делают это скромно еще раз возвращаясь в гуаму нам надо всем вместе подумать о том какие бы мы могли все-таки использовать инструменты для того чтобы реализовывать проекты в наших общих целях особенно все касательно морской инфраструктуры потому что японцы конечно там плане реально великие люди и порты у их и краны и тяжелая техника знаете она если не лучшая в мире то одна из лучших мире я сам свидетель того как в турции на моей глазах они строили мост через измитский залив 6 миллиардов долларов проект и 4 километра только вдоль мою только по воде не говоря уже о подъездах съездах и так далее вы знаете это невероятно качество скорость строительство технологии я ездил все время стабул и проезжаешь мимо этой стройки но это просто космос то что они делают и это турки их наняли то есть вы понятие турки сами неплохие мягко говоря строители как грузии хорошо известно но сложную инфраструктуру те же самые мосты и через босфор и через измитский залив это японцы и делают они это просто потрясающе кстати вот буквально убредили мой вопрос по поводу более конкретного сотрудничества это сотрудничество в плане строительства на черном море и в этом плане наша проблема для нас уже глобальная политические моменты будут в конечном итоге решены и порт анаклея все-таки возникнет но там было такое противо скажем противоборство сша и китая двести очень сильно огрубилась чем там внутри были проблемы но если и скажем так сделать такую связку одесса одесса там много портов это общее одесса николаев и ильичевск николаев и анаклея охоте бакуна то есть грузил все порта и украинские порта на сколько это может вообще вот такой вот общий край заинтересовать ну мне сейчас трудно об этом говорить конечно же это есть прежде всего экономикой надо показать потоки грузов которые будут возиться в любом случае вы понимаете для нас с вами у нас нет другого выхода у нас нет другого моря единственный торговый путь его надо очень сильно укреплять и конечно же мы понимаем угрозу которая постоянно исходит из россии сейчас они опять перекрывали черное море для своих стрельб им все не имется вот стреляют с утра до вечера и если посмотреть зоны которые они перекрывают но теоретически законно то они просто перекрывают торговые пути как раз к одесским портам и конечно же грузии и почитав бред сумасшедшего под названием статья путина по поводу второй мировой войны мы понимаем что империи она мыслит все теми же категориями и конечно же нам нужно понимать что это усложняет наше сотрудничество потому что если японцы вкладывают деньги если это кредит это с одной стороны наша ответственность но мы должны понимать как мы потом этот кредит будем отдавать а я насколько я понимаю они очень бы даже были бы готовы это делать надо только очень тщательно с ними работать их надо уговаривать и долго их надо им надо показывать рассказывать каждую буквально каждый пустячок и это обязательно обязательная процедура и мы даже и мы должны понимать еще что какое бы решение сейчас японцы не принимали если или обсуждения каких-либо проектов не проходила все это происходит теперь в тени новых так сказать серьезных подвижек в мире которые начались были ну как бы так сказать не то чтобы они начались при этой пандемии но они были существенно ускорены вот этой пандемии и в частности это то что очень активизировался китай китай стал не просто огрызаться он стал демонстрировать наступательную тактику и в добавление к тому что все вот кстати это вот о том как известно японии мы все уже читаем который день что они подрались с индийцами на границе и там какие-то абсолютно жуткие подробности относительно этой так сказать драки но на самом деле этого не все они они очень сильно активизировались у островов которые у них спорные с японии у них есть конкретные маленькие острова они сейчас необитаемые не были ранее там жили какие-то рыбаки сейчас они необитаемые но там уже на протяжении двух последних месяцев япония с очень большой беспокойностью наблюдает активность военные морских сил китая и когда префектура кинавы которая там ними заботиться этими островами приняла какое-то решение чисто административное но в этом решении было написано что конечно же это японская территория китай немедленно выразил свой гневный протест сказал что это исконно китайская территория и что они с этим мириться не будет то есть мало того что они с индийцами ссорятся мало того что у них жесткое противостояние с сша сейчас оказывается они уже успели с японцами поссориться все это плохо потому что китай сейчас находится в такой таком боевом состоянии в связи с этой пандемией они очень разозлили ситуации что их все обвиняют и они начали действовать ну меня есть ли там соображение действительно дальнейшего там развития событий но что касательно когда мы это я к чему что ведь китайцы тоже смотрят на нас на наш регион и тоже смотрят на железную дорогу или скорость в турцию и для них это великий их шелковый путь новый то есть в один пояс один путь и если возникнет где-то китае то тяжелее будет в рецепу не наоборот тут и должна быть и политическая воля и очень четкий тонкий расчет и профессионально проведена работа переговорная потому что с китаем нам тоже ссориться нельзя это очень мощная страна для нас этот второго партнер сегодня номер один и конечно же мы не собираемся с ними ссориться мы не в том положении но при этом надо понимать что отдать если мы говорим о стратегических инвестициях то за этими за этим всем есть цена и цена когда мы говорим про китай она одна когда мы говорим про японию это другая хотелось бы конечно все таки принадлежать больше к сообществу демократических государств и тех которые не будут нас учить и как нам строить свои общества китай сейчас похоже двинулся очень мощно и не придет тот день когда он нам расскажет как должно быть устроено общество если мы конечно на это событие хотя китайцы никогда в своей истории именно я совершенно сами согласен и до недавнего времени именно так оно и было но сегодня когда я прочитал собственно financial times статью товарища из карнеги ему московского центра карнеги который написал что оказывается россия очень напряженно и изучает вот этот сейф сити проект который ховый реализовал в китае по тотальному мониторингу населения вот распознаванию лиц даже в масках теперь уже умеют тем не менее реализация их успешно именно кинобрана теперь москва это изучает ну и я совершенно сами согласен у меня абсолютно нет антикитайских никаких настроений я прекрасно понимаю что часть этой критики которая адресована китаю она скажем так сильно преувеличена и конечно же ее можно адресовать не только китаю и другим странам тоже но действительно вот какие-то появляются такие новые элементы но вот с индией первый раз шестьдесят второго года с японии у них было сейчас такое потепление что японцев в апреле ждали си дзиньпиня с историческим визитом в токио и визит перенесли за коронавируса а теперь у них оказывается начался территориальный спор ну это такие знаете нетривиальные вещи они пока маленькие искорки даст бог она не разгорится но мы же понимаем что вы правильно говорите про силиковную долину то есть ноябрьские же выборы на носу и их результат будет очень много чего означать но или вот возьмем вот этот корею но чего они вдруг сейчас ни с того ни сего говорят что причиной послужило то что южной корейцы какие-то листовки в северную забросили серьезно то есть вот это послужит послужило причиной взорвать центр коммуникации разрывайте все связи сейчас северной корейцы на воздушных шариках будут листовки разбрасывать над южной но так бы и было но произошло что-то другое наверное я так думаю что скорее всего это ситуация вокруг гонконга китаю сказали что он не прав но китай показал что он тоже может показать что кто-то не прав я говорю эти вещи они начинают беспокоить потому что до недавнего времени китай вел себя очень тихо вы последний отменить отменен санкции извините саммит отменен который должен был состояться в сентябре саммит ес китай германия очень долго этим занималась был план меркель провести такой фундаментальный сами 28 плюс 1 никогда еще такого не было и серьезно поговорить с китаем он отменен и перенесли на неизвестно какой срок это сейчас июнь месяц 22 сами должен был быть 14 сентября уже к вид 14 сентября ну странно правда то есть вот эти все вещи они я говорю они как-то дают основание считать что мир пришел в движение может быть маленькие волны может быть большой цунами это зависеть будет от других обстоятельств что касательно японии то вот буквально на днях японцы оказали нам очередную помощь вооруженным стилом медицинским оборудованием для для медицинских центров может быть цифра не поражает там полтора миллиона долларов но на самом деле это важный символический шаг за что конечно мы им очень признательно да действительно это правда классно это правда важный символический шаг причем я это пропустил несмотря на то что я пытаюсь следить за событиями буквально но я это пропустил значит это не было так хорошо распериная кода вопрос следующий вот по поводу публичной политики понятно что у японии проблема такая же как и у нас у вас но она еще более 100 понятно что они крайне осторожны но очень редко пару раз за последние 20 лет я встречал пару раз о том чтобы в северной территории и абхазии с ним вас и регион потом крым донбасс почему это японцы осторожны или мы стараемся избегать аналоги там второй мировой войны и так далее это интересный вопрос дело в том что премьер-министр а бы как рассказывают поклялся на могиле отца который тоже был политиком что за свою каденцию премьер-министра он решит проблему северных территорий и он действительно как никто сделал много пытаясь найти общий язык с россией по моему 10 саммитов у них состоялось если я не ошибаюсь 9 или 10 встреч путиным он даже собирался приехать на парад 9 мая он искал любые возможности для того чтобы как-то сдвинуть эту проблему включая предложение совместной экономической деятельности и так далее и так далее чем все это закончилось это все закончилось плохо значит россия после очередной встречи были очень позитивные я помню это очень позитивные сообщения что вот они нашли нашли некую формулу решения вопроса и вскоре после этого появляется формула которая говорит так сначала мирный договор без всяких предварительных условий потом разговор об островах ну возможно кто-то не знает что между россией японии до сих пор нет мирного договора после второй мировой войны но ссср тогда россия сейчас себя приравнивает вот мы мы никогда в ссср не были не существовали ну то их проблемы значит так вот по видению россии надо подписать мирный договор и там ничего об островах не должно быть а потом будут вестись переговоры япония понимает так что если она согласится на договор без упоминания об островах то никогда больше этот вопрос россия не даст поднять и правильно она так и думает поэтому когда это произошло это был очень сильный удар по бы и результатом этого стало что вот в этом году они каждый год издают такую называется голубая книга внешней политики где дают такой обзор что как япония видит видит мир и какие достижения какие у нас тоже я не знаю как грузии у нас есть несколько политологических центров которые делают вот призма делает центр новой европы делают обзоры по внешней политике так вот первые за время а бы в этом обзоре появилась очень жесткая формулировка относительно северных территорий и было написано что япония ни при каких обстоятельств не признает российский суверенитет это японская территория на этом . достаточно жестко высказано ко всему же насколько стало известно опять же количество публикаций на эту тему крайне ограничено по неизвестной для меня причине но но из тех что есть следует что на этих островах русские разместили искандеры и примерно так же как калининграде а если посмотреть на карту и внимательно посмотреть о чем идет речь то эти там проливы между островами этими ну японии как и которые не спариваются ее территории этими островами в эти проливы очень важны с точки зрения мореплавания того же сама если там будет стоять оружие российской но вроде бы как там уже стоит то конечно же это серьезная угроза именно поэтому в японии начали говорить опять о том они пора ли менять конституцию не пора ли менять статус сил самообороны может быть нужно подумать больше о собственных возможностях по развитию вооруженных сил и военно-технического сотрудничества и не полагаться только на сша которые гарантировали безопасность японии особенно в свете последних решений трампа по выводу войск из германии он из японии немножко ссорился хотя как это не удивительно но именно обе как и бориса джонсона трамп называет среди тех мировых лидеров с ким с кем ему комфортно как он говорит почему не комфортно со всеми остальными а вот с этими двумя комфортно я так понимаю что обе очень осторожно и очень корректно относится к трампу я не думаю насколько я понимаю там никакой критики нет они не вмешиваются во все эти внутренние перепития даже на уровне там каких-то заявлений они четко следуют курсу мы семерка мы вместе и вот они сейчас по гонконгу инициировали заявление семерки именно япония принимала с тем чтобы написать этот документ что касательно территории то в абсолютно правы это то что нас очень объединяет и как как мы с вами хорошо знаем это именно как разгул то есть все четыре страны имеют территориальные проблемы с соседями и что касательно грузии украины и молдовы то это просто часть часть территории фактически оккупированная россии как бы она не называла во всех трех странах у нас разные варианты вот этого российского оккупация гибридная они что-то непонятно у них фантазии хватает это все по-разному сделать но мы понимаем кто за этим стоит и о чем идет речь так вот теперь япония фактически находится в таком же положении потому что китаю ведь путин вернул спорной территории и это возможно не все знают но порядка 600 если не ошибаюсь спорных участков вдоль реки амур и там разные острова и в разные всякие кусочки земли которые когда-то в советские времена пограничники там стреляли друг друга с китайском помним это 62 год если не ошибаюсь да но вот сейчас путин все это тихо вернул очень тихо почему мы потому что китай как мы знаем он очень терпелив он сидит и будет эту ранку перебить до тех пор пока не добьется вот он добился но вот японцам а нет давать не хотя при том что естественно там никакой хозяйственной деятельности нет они их провоцируют а медведев туда ездил вот то они еще рассказывали каких-то там то что они там построят какие-то порты там и что-то но ты чепуха под любишь и ничего не там строить не будут но не дают поэтому политически мы близки насколько япония может нам помочь в консолидации позиции это вопрос потому что вот именно тут заключается нюанс ведь понимаете для японии то тоже в каком-то смысле вызов и выбор когда весь мир начинает делиться на сша плюс китай плюс когда россия пытается все еще пытается изображать великую страну и провоцирует всех кто последствиями второй мировой то парадами то заявлениями о том что она станет новым лидером движения неприсоединения у японии россия источник энергоресурсов она фактически граничит с россией через море россия союз россии китая очень угрожает японии поэтому понятно что они не могут себе позволить роскошь проводить откровенно агрессивную политику чего они не делают вот например что касательно украинской проблемы то они же ввели санкции за крым против россии но эти санкции очень мягкие так скажем они их не признают аннексию но с другой стороны они не заявляют об этом очень откровенно так вот так хотелось бы это понятно но будет я ситуация будет развиваться мне кажется сейчас вот это неустойчивое равновесие которое сохранялось какое-то время она сейчас будет дестабилизировано и мы много увидим интересного и в россии и вокруг россии ну так или иначе есть три страны я подчеркиваю две они четыре могу и не говорю про молдову потому что официально позиция политики молдовы но есть три страны которые считают что российская федерация оккупировала истили на данный момент именно украина это грузия это я как бы вот от этого факта нам никуда не уйти и куда иначе я думаю нам необходимо искать какие-то общие форматы ответов понятно что я помню может быть больше возможностей с другой стороны я скажу что факт точно разные истории понятно даже наша с вами история как-то отличается наши наши общие истории это похоже очень с японии но так или иначе форматы вообще искать можно и наверное нужно безусловно я знаете я это на полном доска со всем вниманием пытаюсь рассматривать эту проблему так что япония могла бы быть нашим ну не то чтобы адвокатом но тем кто очень хорошо понимает эту проблему в семерке семерка никуда не денется она будет продолжать играть важную роль на трамп или не трамп и очень здорово если мы будем иметь там дополнительную поддержку мы с вами и так не можем пожаловаться на то что они там о нас забыли но с другой стороны мы тоже знаем что и собственно говоря ну можно это воспринимать как такое может быть не совсем справедливое раздражение мы могли бы тоже что-то делать лучше но на самом деле мы понимаем что если бы 2008 году россии хорошо дали по рукам и была бы жесткая реально реакция то возможно не было бы четырнадцатого года но мы знаем олимпиада и все эти дела и значит пропаганда хорошо сработала не дали все скушали оккупацию части территории грузии мы получили 14 год теперь путин рассказывает в интервью о том что но мы же не ссорились украинцами ну что же украинцы классные ребята опять один народ одна семья это мы с руководством ссорились причем пришел с предыдущим что с нынешним что-то как-то не везет со всеми ссоримся вот но ничего все будет хорошо не будет не будет хорошо мы понимаем что россия это империя россия мыслит имперский и даже демократы так называемые либералы российские когда дело доходит до того же крема то все это все превращается все тот же шовинизм ну вы наверное слышали тоже как и я с нескрываемым удивлением сентенцию путина в интервью что оказывается республики советского союза входили на одних условиях выходили на других не было оккупации большевистской оккупации украины в грузии все было хорошо да ну серьезно то есть давайте может быть еще отмотаем на 50 лет назад посмотрим к чая была кубань но это же глупость неописуемая но это та пропаганда которую внутри страны скармливает и они к сожалению это едят и у них голове это откладывается что оказывается значит это был подарок значит умирающий от засухи и без какой-либо инфраструктуры крым в пятьдесят четвертом году и тот канал который был построен конечно он был построен всем советским союзом да но безусловно только москву строили только русские а все остальное строили всем советским союзом но это не хочется даже это обсуждать это понятно все почему не хочется мне например это интервью очень понравилось и вообще считаю это интервью не про нас не у нас это восприняли не совсем так у нас постоянно происходят проходят сообщения все новые и новые о том что в крыму реальная засуха и в крыму реально существует опасность экономическая социальная какая хотите опасность и что россия готовит планы по продолжению активизации военных действий с тем чтобы пробить сухопутную дорогу и у нас время от времени эти дискуссии обостряются и военные сообщают о соответствующих планах учения которые специально проводятся продемонстрировать что мы в общем готовы защищать и азовское побережье и херсонскую область и так далее то есть на самом деле это не только что касательно белоруссии казахов да я с вами согласен безусловно это этой и в их адрес такой кидок но я просто потрясает цинизм с которым это все преподносится ну как будто бы мы мы же учили историю и мы прекрасно знаем как формировался советский союз и как он разваливался от кого объявляла независимость россия она от кого объявляла в зависимости от нас с вами ну и хорошо и была бы себе независимой вот то есть это это серьезно вот что касательно в этом плане действительно восточной части россии то оказывается что реально в похожем положении оказывается такая страна как япония и там действительно есть безусловно есть вопросы которые нужно с ними обсуждать и в плане международного права и в плане международной поддержки я считаю нам нужно набраться терпения мы долго уже терпим но еще лет пять надо потерпеть где-то к двадцать четвертому году мы увидим развязку этой ситуации и что касательно россии что касательно сша в двадцать четвертом году в любом случае трампа не будет это это уже ясно и к тому времени скорее всего будет уже помоложе президент чем он или байден то есть скорее всего в двадцать четвертом году мы увидим что старые процессы которые вот продолжались послевоенные они уже затухнут совсем и мы увидим новый мир который будет рождаться в этом новом мире нам надо быть готовыми вовремя сказать свое слово мы в этом плане пытаемся одну в данном случае я не будучи на госслужбе тоже принимаю в этом участие сформулировать некое видение будущего сформулировать некую концепцию внешней политики в том числе что касательно азии и у нас сейчас принято такое решение на уровне и президента и министра иностранных дел особое внимание азии я считаю что это абсолютно оправданно понятно что наша так сказать стратегическая опора на сша на нато наезд никуда не девается однако двадцать первый век скорее всего будет веком азии если подумать чуть дальше чем перед пять лет десять лет то конечно нужно научиться с ними работать научиться их вовлекать в мировые дела потому что это больше не периферия это будет реально глобальная политика и конечно китай с японии они в центре этой политики да кстати я вот недавно участвовал онлайн конечно конференция организованной центром призма и как раз выступал наш министр на основное дело меня очень приятно поразило то что и мне поразило то что он особое внимание удивил азии это вот абсолютно понятный посыл и понятно что люди понимают в таком направлении движется вообще мир а у нас к сожалению остается очень мало времени я хотел бы поговорить в своей статье почему япония должна стать одним из ключевых партнеров украины в азии упомянули фильм гений дзюдо да в нашем детстве она у нас примерно в одно и то же время было японии гораздо больше то есть я могу сейчас там скидка просто перечислить фильмы опасная погоня гибель японии у нас япония была показательным знаковым качеством от японских фломастеров до тойота а зонтик 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 то есть дефицит зонтик и да вот это все и японии правда было много сегодня японии гораздо меньше если бы не борис акунин то мы бы и забыли про страну и акунина понятно что еще как-то борис акунин своими книжками поддерживает какой-то наш но и товарами странно по и меньше стало видимо процентом отношения и самой японии в этом направлении ну я для себя я не претендую на истину абсолютной там последней инстанции но я для себя это решил так на самом деле японии меньше не стала стала больше всех остальных дело в том что раньше мы знали ну вспомните окай магнитофон он был намного лучше грунтига и немецкая техника ее было намного меньше и раньше просто как-то получалось так что вот поскольку япония не нато то наверное в ссср с японии все-таки сотрудничали чуть более близко чем сотрудничали с западом таким настоящим западом после независимости 91 года мы стали получать и видеть намного больше техники из всего мира и сегодня япония просто она как бы растворилась немножко на фоне других производителей аналогичной продукции но sony бесконечные марки машины subaru nissan mazda машину 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 дам машину и так далее никуда не делась и их товары они дешевые вот что еще интересно то есть на самом деле им надо еще конкурировать теперь за наши рынки с другими производителями мне кажется что произошло некоторое перераспределение на востоке россии все либо китайское либо японское но с китайцами сотрудник соревноваться очень тяжело у них все просто дешевле она хуже качество но дешевле поэтому я так думаю что японцы и не стали участвовать в этой так сказать драки ну например опять же вот давайте вспомним сколько я например в детстве помню не только гения дзюдо и не только там но много фирма о кировской ужасовы но например мультики детские мультики японские мультики были едва ли не первыми иностранными мультиками которые были в детстве они были еще во времена ссср не было никакого гали большими глазами такие вот эти все смешные вот я как-то сейчас пару сюжетов посмотрел и вижу она вот осталась та культура японская вот эти мультики они как будто бы из детства пришли они до сих пор у них популярны но потом у нас появились вот эти все американские сериалы американские мультики уолт дисней и он конечно своими размерами масштабом он просто задавил полностью японскую часть так сказал вот но мы у нас опять же не знаю как грузии но у нас и книги японские у нас у нас очень хорошо они печатаются издаются фильмы есть но мне не в кинотеатрах но онлайн присутствует это все меньше вы правы но мне просто кажется потому что они немножко растворены другим запада у нас по товарам у нас пришел китай а вообще очень много всего и я вот об этом и да и китай конечно потому что за последние именно 30 лет китай только тем и занимался что вот он рос он захватывал рынке он продвигался и те же японцы они не брезгуют много не березговали до недавнего времени множество товаров своих производить том же китае какие американцы поэтому тут я думаю в этом причина я думаю что мы увидим немножко вот вот это мы увидим эти трансформации вот я сейчас когда стал таскать очень тщательно изучать где присутствует у нас япония в украине то я обнаружил что на самом деле она достаточно хорошо присутствует просто этого не очень видно но я думаю что японцы сейчас будут активнее это делать если опять же это соответствует их внешнеполитическому видению это соответствует их и мироощущению а их мироощущение такое китаю нужно противопоставлять не группу стран против китая просто так сам по себе никто сыграть не может никто и если возможно у некоторых это вызовет улыбку но я возьму на себя смелость сказать что та же россия она до печеночных колик боится китая и это российские аналитики честные они сами об этом пишут и они 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 панически боятся китая потому что если скажем сша долго будет думать если там война с россией почти нереально потому что слишком дорого для американцев их комфорт и их безопасность что касательно китая ситуация совершенно другая то мы увидим еще эти темы и если внимательно изучить как взаимодействует там тоже россия китай то там много проблем на самом деле так вот японцы они понимают что мягкая культура мягкая сила очень важно поэтому я надеюсь и что они будут продвигаться ну а мы со своей стороны будем у них вы знаете что во время четырнадцатого года во время майдана японии выходили мультики где их японским способом японские герои с этими большими глазами вот эти вот специфические герои они рассказывали о том что происходило на майдане в их мультиках вы можете встретить легко бандуристов которые поют украинские песни по японски у них они это вообще для нас потрясающе они а я поняли наши вышиванки у них уже два года как проходили показы мод где японские женщины одевали наши вышиванки венки такие как вот очень характерны для украинской культуры но только сделаны на японский манер это очень удивительно видеть что вы видите что это а япония на и то есть они как бы через себя это пропустили но это очень приятно японцы очень комфортно относятся к вот таким вещам и это для нас очень приятно потому что это действительно важная сторона ну и конечно я думаю что мы будем этому содействовать максимально как у нас вы сдаются книги японских авторов на украинском языке я думаю что и мы будем стараться издавать там наших авторов на японском языке. Ну и даст Бог, это для нас сблизит и с семеркой, и с Японией, и с семеркой, и той самой восточной частью Запада, которой Япония является. Огромное спасибо за очень интересную беседу. Скажу вот по поводу объявления одного маленького замечания. То есть, как бы совет, а не матоник наша. То есть, как числомолочное наше блюдо на зоне. Очень популярно говорят в Японии, так что, ну, будете, проверите сами. Чтобы вы не занимались, посол Грузии будет одним из первых, с кем я встречусь. Так что, еще раз спасибо. Я надеюсь, что действительно, благодаря и вашим усилиям, и общим усилиям, страна Ямато будет большей услугой Ямато в Украине и в Грузии, и нас будет побольше там, чтобы мы, в общем-то, в пользу всех наших стран. Огромное спасибо. Будем работать. Будем работать. Спасибо, Гелла. Спасибо вам всем. Субтитры сделал DimaTorzok